Я представляю Российский научный центр восстановительной травматологии и ортопедии имени Гавриила Абрамовича Елизарова. Я являюсь ортопедом и ортебрологом. Наш центр занимается орфанными заболеваниями. Даже если посмотреть, 20 лет назад, может быть, где-то в Европе было известно об орфанных заболеваниях. Но благодаря тесному сотрудничеству, мультидисциплинарному подходу специалистов, возможность выезжать за рубеж, обмен опытом, то генетика, конечно, скакнула вперед и надеюсь, что будет процветать. С какими проблемами? Например, обеспечение препаратами. То же самое ферментативно-заместительная терапия для пациентов с мукополисахаридозом. Препараты есть, но, к сожалению, некоторые препараты, такие, например, для четвертого типа, вимизим, он не зарегистрирован на территории Российской Федерации. К сожалению, приходится отстаивать права пациентов, чтобы получить этот препарат. Ввиду сложившегося такого кризиса в России, осложненных ситуаций с Европой, с Америкой, у пациентов, к сожалению, нет сейчас возможности получить этот препарат, который им очень необходим. Каждый день, в течение всей жизни пациенты должны принимать этот препарат. То есть ортопедически наш центр может помочь этим деткам. А приостановить, дать вот этот фермент, которого им не хватает, это, к сожалению, только можно надеяться на помощь, возможно, наших властей, как, получается, в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, так и, возможно, на местах. Очень хочется надеяться, что врачи, понятно, мы между собой взаимодействуем, помогаем друг другу, но очень нужна поддержка, конечно, и административная. К сожалению, не во всех регионах такое есть. Так как я ортопед-вертебролог, я, к сожалению, с фенилкетанурией не так часто сталкивалась. Да, это больше педиатров, генетиков, возможно, и декринологов. Хотелось бы, наверное, чтобы почаще были конгрессы, чтобы собирались не только, возможно, да, просто генетики, педиатры, а более широкий спектр врачей. Опять же, да, это мультидисциплинарный подход, чтобы центры между собой сотрудничали. Конечно, мы к этому и приходим. И все-таки опять скажу, что финансирование, вся проблема финансирования, сейчас это на местном уровне. Хочется все-таки, может быть, правительство как-то прислушается к нам, и это будет все-таки на федеральном уровне. Тогда пациенты будут получать лечение. Мы сотрудничаем с научным, с НЦЗД, с РДКБ. Также мы поддерживаем с коллегами из СИТО отношения, из Турнера. То есть только при единой команде можно помочь нашим пациентам. Если каждый будет разрозненно себя как-то вести, тянуть, как говорится, одеяло на себя, ну, вряд ли что-то из этого получится. Я и мой центр за мультидисциплинарный подход. Продолжение следует...